Здравствуйте, дорогие телезрители! Вновь с вами тележурнал «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе. В столице Кузбасса строится православный храм в честь собора кемеровских святых. В детском санатории «Искорка» отметили престольный праздник домового храма. Россия – страна с давней и очень богатой историей. Каждый сантиметр русской земли может рассказать о славных или трагических событиях. Кузнецкий край еще достаточно молод относительно всей нашей большой родины. Но и здесь уже есть свои достопримечательности, свои герои и даже святые. В 2010 году патриарх московский всея Руси Кирилл благословил учреждение нового праздника в честь собора кемеровских святых. Днем празднования был избран День Шахтера – главный гражданский праздник Кузбасса. В состав собора включены имена 40 подвижников, из которых 36 человек – новомученики и исповедники российские, скончавшиеся в лагерях Сиблаго на территории Кемеровской области. Собору кемеровских святых посвящен новый храм, строящийся в центральном районе города Кемерово. Когда был молебен, то многие люди говорили, вот, у нас вот очень сложно будет храм построить, потому что нет того культурного богатства, наследия, нет тех ценностей духовных. Я говорю, подождите, вы о чем сейчас? О той идее, что у нас край ссыльных был, репрессированных, и мы являемся потомками этих людей. Так, наоборот, надо гордиться, потому что те люди, которые были ссыльны и репрессированы сюда к нам, это были не только какие-то убийцы, мародеры или непонятно кто. В первую очередь это были интеллигентные люди. Потому что, когда мы открываем жизнеписание вот этих вот кузбасских святых, мучеников, новомучеников, исповедников, то все это были очень высокое, имеющие люди высокое очень образование, это очень интеллигентные люди были. И когда мы почитаем их допросы, то во всех допросах прослеживается их внутренний богатый духовный мир. Это желание не кого-то осудить, а наоборот попытка оправдать. И приняв вот эту кончину, то есть осветив своей мученической кончиной нашу землю, они находятся пред престолом Божиим. В 2011 году епархиальным иконописцем Михаилом Прошкиным была написана икона собора. Святые кузбасской земли – сверху осеняемые образом Пресвятой Богородицы знамения. Между фигурами святых расположена гористая местность, олицетворяющая горнодобывающие предприятия региона. В верхней части иконы изображена Небесная Церковь. Строительство храма в честь собора кузбасских святых – один из проектов, связанных с решением задачи о появлении церквей в шаговой доступности. Работы начались совсем недавно, но на территории будущего храма, в сквере на пересечении улиц Дзержинского и Красноармейской, уже выросло небольшое здание Временной Церкви, рассчитанное на 30 человек. Строить, конечно, даже его непросто, всегда возникают проблемы и препятствия, но и трудности православные люди принимают с благодарностью. И никогда еще не было таких дел, которые не были бы обусловлены проблемами. И я даже был очень рад этим проблемам по одной простой причине. Это показатель того, что мы движемся в правильном направлении. И вот эти проблемы, которые возникали в плане оформления земельного участка, в плане постройки временного здания храма, ну, все эти проблемы – это не что иное, как то препятствие, которое мы должны преодолеть. Не я конкретно, а та община, те люди, которые здесь тоже жаждут, чтобы стоял храм. На Руси всегда строили храмы всем миром. Каждый вкладывал, что мог, и помогал, чем мог. Так же происходит и сейчас. Без души, в принципе, ничего не делается. И поэтому, когда мы начали здесь строительство, то самое главное – это мы начали с молитвы. Поиски материальных каких-то возможностей, чтобы начать стройку – это пустые поиски. Потому что, если мы закладываем в основу храма какое-то материальное благосостояние, то это, да, необходимый момент. Но когда мы вкладываем туда, в первую очередь, свою душу, то никто иной, как сам Господь, по молитвам этих новомучеников, начинает помогать. То есть Господь посылает тех людей, которые нам помогают. Каким путем? Вчера пришли люди, которые принесли, там, от себя пожертвовали, например, плаху на перекрытие крыши. Позавчера люди принесли плаху, которая необходима для перекрытия пола. И каждый, кто как может, тот так и помогает. Кто-то просто, я говорю, необязательно здесь какие-то материальные вложения. Если не можете помочь материально, финансово, стройматериалами, вы помогите духовно. Начните дома, как за себя молитесь, так и молитесь об этом благом деле. Потому что, по сути, вот это храмостроительство на сегодняшний день – это не что иное, как показатель нашего духовного состояния. Можно, конечно, сказать, что строительство храмов для нас роскошь. Мы трудно живем, и сейчас нужно решать другие проблемы и вкладывать средства в насущные нужды. А можно посмотреть глубже и, возможно, увидеть то, чего раньше не понимал, и стать богаче духовно. Если мы посмотрим те храмы, которые были построены в годину дореволюционную, храмы Москвы, Петербурга, Казани, Владимира, все вот эти храмы, то они были построены не в лучшие годы для русского народа. Многие храмы были построены либо в годину войны какой-то, либо послевоенное время. И это был показатель того, что люди понимали, что любые победы, любые какие-то моменты жизни, которые были обусловлены моровыми язвами, еще что-то, они из этих проблем выходили только с помощью Божией. И как знак благодарности они строили храмы, созидали памятники. И вот на сегодняшний день тоже, хоть и тяжелое время для многих людей, но храмостроительство продолжается. Это будет как факт, как свидетельство того, что мы люди не просто озадаченные поисками материальных благ, но и мы те люди, которые пытаемся создать богатое духовное наследие для своих потомков. Молодостью нашего региона мы могли бы объяснить скромное количество памятников культуры, архитектуры, а также храмов на нашей территории. Но у нас есть прекрасная возможность самим стать строителями того самого культурного богатства, которым мы восхищаемся и к которому стремимся. Атмосфера детского сада. Ребята, читающие стихи и поющие песни. Чем не утренний для дошколят? И верно, мы действительно стали свидетелями детского праздника, необычность которого в том только, что проходил он в психоневрологическом детском санатории Искорка. А поводом стал престольный праздник домового храма, существующего при лечебном учреждении уже почти три года. Безначально невидимы и непостижимы, Господи, ижедревли, ведь всем завете подобие хирургимов, а древо и златы, и швейного дела. Ну, это наша давняя мечта, создать какой-то маленький храм в условиях нашего учреждения. Мы об этом думали давно. Она, конечно, нужна. В первую очередь для детей, и, наверное, во второй очередь для их родителей. Дело в том, что в нашем учреждении получают лечение дети с очень серьезной, как правило, неврологической патологией. Среди них большое количество детей инвалидов, детей, ограниченных в передвижении, ограниченных в обучении, в самообслуживании. Мамам, то есть родителям данных ребятишек в этой жизни очень сложно. Вот уже в октябре будет три года нашему этому маленькому храму, мы приобщаем детей, в первую очередь, к основам богослужения. Но это не секрет, что в нашем обществе далеко не на должном уровне познания детей вообще данного вопроса. Конечно, мы учитываем отношение в семье к данному вопросу, поэтому только согласие родителей все это делается. Есть негативные отношения родителей. Не хотят, мы не настаиваем. Пытаемся объяснить, но не настаиваем. Почему для ребятишек, находящихся здесь, хорошо? Потому что вот жестокое к ним отношение общества, жестокое отношение сверстников к ним. Посещая данный храм вместе с детьми, которые менее пострадали, с более простыми диагнозами у нас находятся, они посещают этот храм вместе, мы видим, как изменяется отношение друг к другу, изменяется отношение к ребенку-инвалиду, к ребенку, находящемуся в инвалидской колясочке, к ребенку, который не может обучаться вместе со всеми в школе, который не может даже покушать сам. Отношение совершенно другое. Дети становятся мягкими. Они понимают, что это такие же ребятки, что их надо уважать, их надо защищать, им надо помогать. И они их любят. А в отношении к родителям, родители, конечно, находят здесь взаимопонимание. Они ведут отношение, изменившиеся к ним, к их детям. Они могут даже покрестить ребенка у нас здесь, потому что многие не имеют возможности, может быть, духовных сил, повести ребенка на приоткрещение какой-то, например, в Знаменский собор. Им проще, удобнее и понятнее покрестить ребенка здесь у нас. Это великое дело. Мы к этому давно стремились, мы этого достигли. Поэтому, а мы, сотрудники, это только нам в помощь. Наше лечение зачастую дополняется именно этим. Разъяснением ребенку, родителям, что вот мир должен быть более добрым. Взаимодоношения должны быть более адекватными. Все мы разные. Это такие же дети, они просто другие. Они не ущербные, они не больные. Этому учит наш маленький храм. И мы поддерживаем это же направление. В плане того, что поражение центральной нервной системы иногда ведет к развитию диагрессивности. Это даже зачастую не отношение к воспитанию в семье, а это диагноз. А здесь они учатся понимать, усмирять свои эмоции, приводить их в порядок. Они становятся спокойнее, адекватнее. И поэтому, уходя от нас в другие учреждения, я думаю, что дети уже ведут себя более адекватно. Когда видят подобных ребятишек, они их любят, они им помогают. Они с ними переписываются, обмениваются телефонами, а они уходят на уровне друзей отсюда. Это великое дело. И мы рады, что наш созданный здесь храм несет вот это святое нашим детям, их родителям и нам, как сотрудникам. В престольный праздник в небольшой церкви при санатории произошло еще одно событие, заслуживающее внимания. Одна из прихожанок подарила храму-часовню, вышитую собственными руками икону Богородицы Умиления, которая и была в этот день торжественно освящена. В 60-е безбожные годы иконами занималась моя мать. Раньше называлось это «Обрежать иконы». Она ездила на богомолье, привозила маленькие иконки бумажные. Сами они делали вот эти киоты, сама она обрежала, и к ней чуть ли не вся область ездила. Вы знаете, я до сих пор удивляюсь, как ее пропустили наши местные власти. Ведь тогда такая борьба была. Поэтому где-то у меня, наверное, все-таки от матери осталось. Потом я перенесла очень серьезную онкологическую операцию. И после операции у меня момент такой был во время операции, что я пришла к Богу. Хотя я веровала с самого рождения. У нас семья была верующая. Подвиг или действие жертва, сделанная Полиной Ивановной, это как раз и есть проявление ее любви к Богу. Это очень важно в том смысле, что всякое дело, наверное, как строительство храма или забота о людях. Вот мы с вами находимся в санатории неврологическом, детском. Ведь здесь все пропитано любовью. Любовью заботы о детях, о человеке, любовью обращенной к Богу. И поэтому не случайно, вот Полина Ивановна, в воду шевевшись, вот этим добрым порывом, таким Валентина Николаевна сделала такую чудную икону. С иконой в руках дети и сотрудники санатория прошли по комнатам и коридорам учреждения. Кто пожелал, смогли приложиться к образу Богородицы. Богородица, спасибо. Дорогие детки, сегодня вот мы осветили образ Прочистой Божьей Матери, о котором вам говорили. Образ иконы Божьей Матери – умиление. Добрыми делами, добрым отношением, любовью мы можем сделать в жизни намного больше, если мы будем жить как эгоисты. Думать только о себе и делать только для себя. Поэтому, когда мы дарим человеку улыбку, дарим какой-то свой добрый поступок, то эта доброта возвращается к нам, приумножившись от многих и многих людей, которые также стремятся сделать добрые дела. Поэтому пусть Господь и Пречистая Божья Матерь вас хранит и благословят вас на добрые и богоугодные дела в этой жизни. Будьте здоровы, не болейте, и вы быстрее выздоровеете, если вы будете помогать друг другу, делать добрые дела. Оказавшись в больнице или в другом, еще более скорбном месте, человек из своего благополучия окунается в боль и страдания, и особенно остро понимает свою немощь. Житейское море играет волнами, в нем радость и горе всегда отталенами. Никто не ручится, никто не узнает, что может случиться, что завтра с местами. Сегодня ты весел и жизни доволен, раздал ее круг тесен, а завтра ты болен. Богат ты сегодня, первой же роскошной, но волей Господней узнать невозможно. Легко может встаться, сроднившись с умодью. Пойдешь ты с китайцем в горячей слезодиум, и, может быть, завтра сырая могила возьмет безвозвратно кекучие силы. Так в море житейском волна за волной сменяются резко под нашей ладьей. Сейчас в каждых лечебных учреждениях есть молебные комнаты. Я считаю, что это правильно. Для чего они нужны? К сожалению, мир такой жестокий стал. И хочется чистоты, веры, добра, любви, чтобы все жили дружно. Каждый ребенок достоин добра и счастья. И поэтому эта молебная комната, они ходят туда просить, с проблемами туда приходят, просить у Бога счастья, добра себе. Есть такие проблемы, которые дети не могут сказать родителям. Молебная комната, она такая тайная комната, в которой ребенок делится наедине, остается с Богом и делится своими проблемами, просит счастья и защиты, поддержки. Вот я считаю, эта комната вообще необходима. И детям она необходима. Вообще каждый ребенок крещеный, у каждого есть свой ангел-хранитель. И если ребенок вообще чистый по сути своей, да, и он когда приходит в эту молебную комнату, и он действительно настолько там чист, что Бог ему помогает. Поэтому я за, и ребенок туда у меня тоже ходит. Очевидно, что церкви в больницах явление совершенно естественное. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, все святые признавали за непреложную истину, что тот, который проводит жизнь бесскорбную, забыт Богом. А значит, все испытания, посланные нам, приближают нас к Богу, потому что дают нам шанс стать чище и добрее. Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пожалуйста, пишите и звоните нам. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok